Привет-привет, дорогие друзья! В этом видеоролике с вами поговорим о том, как будут призывать немотивированных, назовем это так. Давайте будем в этом разбираться. Но надо здесь начать с небольшой предыстории. На сегодняшний день в городе Киеве, в районе Аболонь, происходили достаточно серьезные события. Сотрудники полиции совместно с сотрудниками центра комплектования, также другими какими-то переодетыми в военную форму людьми, искали диверсантов. Вот так вот достаточно серьезные такие действия они именно там конкретно производили. Во время поиска диверсанта, как вы видите, друзья, нашли ни одного человека, честно сказать, которые были не обелечены, которым не вручили повестку. То есть, вот так вот они поработали в поисках диверсанта. В этой замечательной операции принимали как сотрудники полиции, так и сотрудники центров комплектования. То есть, работать героически в городе Киеве они умеют и могут. Это показывает и подтверждает данные снимки, которые вы сейчас перед собой увидели. Запомните это. Дальше, друзья, я предлагаю прослушать слова нашего министра МВД. На 10 тысяч населения в Украине до войны, до широкомасштабной войны, у нас было 23-26 работников полиции на 10 тысяч населения. На сегодняшний день на докупованных территориях больше 100 работников полиции, потому что режим набагато жесткий, потому что задача набагато больше. То есть, как мы видим, сам министр МВД, это не кто-нибудь, не последний человек в нашей стране, подтверждает, что, к сожалению, в нашей стране установлен режим. На тех территориях, которые не были оккупированы, режим помягче, а на тех территориях, которые оккупированы, режим достаточно жесткий. Можно сказать, что полиция с начала широкомасштабной войны на 80% увеличила свой функционал. Но мы не увеличиваем количество полицейских, мы не увеличиваем наборы для полиции, потому что мы понимаем, что тяжело сейчас в стране. Я вспоминаю его выступление, и много было очень официальной информации, я тоже обсуждал у меня на канале, что сотрудники полиции будут охранять школы. Я считаю, что кроме того, что они охранять должны школы, они должны охранять еще и ставки. Желательно, где-то там, в какой-то Ровненской области, может быть, даже Ивано-Франковской, потому что ставки в этих областях у нас это очень важные объекты. Но еще раз хочу повторить, что если будет ситуация развиваться так в стране, что необходимо будет стати до оружия, то мы готовы это сделать. Друзья, запомните его слова. Сотрудники полиции готовы стать к оружию в любой момент. Запомните это и помните весь этот видеоролик, потому что то, что дальше вы увидите, напрямую связано как раз вот с этими словами. Так что, друзья, здесь немного отвлекусь и предлагаю посмотреть буквально очень короткий видеоролик. Это посыл от наших журналистов. Они говорят, что ухилянты ели своих детей. Друзья, если вы хотите продолжать еще слушать, внимать, потому что людей вообще считают явно не за людей, когда такое рассказывают, можете продолжать это делать. Также, друзья, можете перейти на светлую сторону, подписаться на мой телеграм-канал. Мой телеграм-канал будет, как всегда, в описании. Кстати, все видео из этого сюжета, который в дальнейшем вы посмотрите, в полном объеме тоже есть в моем телеграм-канале. Поэтому, друзья, переходите, подписывайтесь, потому что слушать про кто там ел каких детей, честно сказать, я это не выдерживаю. Ну что, давайте перейдем к основному нашему блюду. Насвагия, полиция, прикордонники. Это все кто? МВС. 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 Кто еще? МЧС. Не входит МВС. Боевые часы не спать МЧС. ССР входит в структуру ЗСУ. Так вот, в чём техника. Вот эта складова структура обороны державе абсолютно по барабану, каким чином она будет распределяться. Абсолютно все равно. Если она имеет этот бойовый чиселный склад, она на него рассчитывает. Поэтому, в принципе, для нас вариантов «звольниться после напенсии» нет. Почему после напенсии нет вариантов? Потому что граничный век призывника 65 лет. Поэтому тут вопрос, что мы там сейчас все «звольнимся». В принципе, в державе абсолютно пока. Если вы все «звольнитесь» и пойдете в ЗСУ, или в НГУ, или вы не «звольнитесь» и будете в структуре МВС воювать. В надбарнии, например, или в других структурных подразделях. Такие, например, люди. Дело происходит в городе Днепре. Это начальник какой-то полицейский, как я понимаю, их местечковый, выступает перед подчиненными. Подчиненные непростые. Спецподразделение какое-то полиция. Тот же бывший «Беркут». Они там тоже находятся. И он рассказывает, что государству, в принципе, по барабану, как оно там будет происходить, все равно все пойдут. Уволятся они из полиции, не уволятся, все равно все пойдут на фронт. У нас у тебя нет ничего, ты видишь? Вы видите, что вы кричите с толпы, выйдете. Я тебе расскажу, что вы все будете. Да, мы все будем отвечать, а не один, блядь. Вы, вышел, вышел, приехал, вышел. А что за коллективы? Да, просто нет коллективов. Вы что собрали? Вы все стоят. Я знаю, как это же кабинет. Что там прикрикать, рассказывать? Вы, сука, отвалите. Вы, 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 вы. Видите, что увольняться, не увольняться? Одному вы, сука, можете уволить, что вы меня не победите, запомни. Достаточно. То есть, мы видим, сотрудники полиции, их пытаются склонить к тому, чтобы они служили в вооруженных силах Украины. До этого уже дошло у нас. И, конечно же, кто-то там у них нашелся более голосистый, более, скажем так, подкованный в каких-то моментах. И, естественно, аплодисментами его же коллеги его поддерживают. То есть, есть солидарность определенная у сотрудников полиции. Ты вспомни, какое подразделение ты приехал? И откуда ты пришел? Откуда? Откуда? Ты гнида с Майдана. Да. Я гнида с Майдана. А ты гнида откуда? А я с Миром. Что ты делал, Беркут? Захищал руку. То есть, мы видим, идут разговоры такие между ними, что кто-то был на Майдане с одной стороны, будем говорить, это тот же Беркут. Мы понимаем, кто-то на Майдане был с другой стороны, это их начальник. И какие-то они не могут с собой найти там какое-то взаимоотношение. Небольшие у них терки происходят. Ты же говорил, что что такое блокпост? Блокпост – это нормальная полицейская функция. Чувак, возьмешь потом видео и посмотришь себя, послушай, тогда ты что рассказывал? Что в Киркуте? Я сказал блокпост или блокпост. Разница? Есть? Большая разница. Большая разница. Большая разница. Большая разница. Безопасность людей. И делать, отбивать как ЗСУшник, не зная там где, когда мы по-другому научили. Это совсем разные буквы. Мы как полицейский обязанный народ, который остался там, не вышел, когда были штурмы и все остальное. А дать им помощь, первую медицинку, чтоб их не убили, не оградить. Также мы видим, дорогие друзья, сотрудники полиции. Они считают, что они недостаточно обучены для вооруженных сил Украины. Ну, действительно, стоит согласиться. Права у себя. Какие права? Конституционные. Да? Так. А ничего, когда ты 20 роков получал зарплату? А ничего! Ничего! Что я 20 роков не спал, не ел, заработал кучу болячек и так далее и тому подобное. Ничего! Ну, еще полгода. Из-за 20 я получал. Не такую, что там, вау! Вот этот голосистый полицейский, честно сказать, я вот немножко разбираюсь в людях и могу заметить, что нету такого способа у нас в мире. Он не существует пока что, чтоб конкретно его отправить куда-то там на войну, чтоб он шел за кого-то воевать, будь то за Украину, будь то за какие-то другие интересы. Человек, видно, опытный, 20 лет на минутку. Жизнь осталась. Хорошо, про жизнь. Есть батальон из полиции особенного призначения. Кто знает? В чем? В батальоне? Нет, нет. Я не про людей тебе скажу. Я скажу сейчас, что батальон полиции особенного призначения. Там, где спецназ. Не гражданские люди, которые с гранатометов и под ноги стреляют. А там, где люди, которые что-то трошечки умеют, что-то трошечки нафть. Яких довчили, с ними працювали. Яки воювали, яки забрали Ключиевку, Андреевку и воювали в Майорскому. Кто знает, какие втраты? Из 500 человек батальона. 450, окей. 2,2 сотых. Видите, если сотрудники полиции нормально обучены, потерь практически нет. Там какой-то меньше 1%. То есть, не знаю, почему они не хотят туда идти. Я до конца для себя это не понимаю. Потому что, я думаю, они уже нормально в связке с центром комплектования. Вначале я это специально показал. Обученные уже научились ловить тех же уклонистов. Устраивать вот этот беспредел, который они устраивают. Закрывать глаза. Буквально вот этот видеоролик, когда избивали, когда они стояли в стороне. Сотрудники центра комплектования инвалида. То есть, вообще, нормально они, я думаю, подготовлены. Почему они не хотят идти, я, честно сказать, не понимаю. Министр, кстати, вспомните его слова. Также хочу заметить, друзья, что я абсолютно не злорадствую. Но в моих раннешних видеороликах я не раз уже говорил сотрудникам полиции тем, которые меня смотрят. Кстати, в Телеграме мы делали опрос на эту тему. Как говорится, кто поддерживает, что надо им идти пальцев вверх, как вы видите, больше на войну. Те, кто не поддерживает, будем говорить, пальцев, конечно же, меньше. Вполне возможно, что это те же как раз сотрудники полиции и центра комплектования. Потому что центру комплектования без полиции будет тяжело и немножко, наверное, страшно заниматься то, чем они занимаются. Потому что полиция все-таки их в этих моментах зачастую прикрывает. И какая мораль всей басни для полицейских? То, что вспомните то, что я говорил. Не влазите в это. У вас нет функциональных обязанностей. Вы не обязаны участвовать в мобилизации. Вы не обязаны кого-то крутить. Вы не обязаны нарушать права граждан и устраивать то, что устраивают ваши несознательные, необразованные коллеги. И сейчас, как вы видите, этому государству, как сказал сам этот их начальник, по барабану. Ему по барабану. На меня, на вас и на всех остальных. То есть, есть цель защитить страну в этот момент. И эта цель, она святая считается. Соответственно, все должны туда пойти. Вот такой вот вывод. Можно из этого сделать выступление и из этой ситуации. Также, друзья, хочу напомнить, что полные видеоролики, их там много достаточно, они есть в моем Телеграме. Будут ссылочка в описании. Перейдите и посмотрите. Подпишитесь на Телеграм, кто еще этого не сделал. Также вот не могу, честно, сдержаться, сдержать мое возмущение в такое время, когда у Румынии, у которой нет войны, у которой более-менее все нормально. Знаю, у меня там друг мой живет в Румынии. Он мне рассказывал, что экономическая ситуация там гораздо лучше, чем у нас. Но у них есть решение, что нет у страны денег, поэтому в Евровидении они не участвуют. А у нас деньги на Евровидение есть. Вместо того, чтобы как-то повысить зарплату тем же людям, которые воюют, дать им мотивацию. Почему не дать какую-то дополнительную мотивацию в виде единоразовой какой-то выплаты, единоразового какого-то нормального пособия для тех людей, которые идут, допустим, пять тысяч, десять тысяч долларов сразу им выплатить единоразово. Вместо этого в такое время устраивать Евровидение. Я вообще не понимаю, зачем оно надо там участвовать. Если вот эти певцы и певицы хотят туда ехать, пусть они за свои деньги туда и едут. Нечего государству в воюющей стране на это барахло тратить деньги. Слежусь сейчас на кухне, потому что я стал с моего дома. Это просто рай, в кавычках. А вот этого девушки в Херсоне ей полностью развалили русские преступники дом. Она осталась без ничего, без жилья. Ей помощи не оказывают. Зато на Евровидение бабки у нас есть. Просто замечательно. Человеки в Украине повинні розуміти, що ми воюємо за наше право на исцеление. И если мы не готовы долучиться до цієї войны тим чи іншим способом, то певно, что треба шукати собі іншу страну. Ну, если вы не принимаете на себя всю ответственность, то так, есть возможность переплететь тису и шукати собі іншого гражданства. Я абсолютно готовый воювати. Для меня абсолютно не проблема. Это депутат от ЗКоманды Кривошеев. Вот так вот ЗКоманда вся относится, и он в частности к украинцам. Вот такие вот советы очень ценные он раздает. Сидя в Верховной Раде, имея себе отсрочку, при том сами сознательно они за эту отсрочку проголосовали во время начала войны. Война уже началась, был март месяц, и они специально, сознательно, чтобы их не призывали. Ни один из них не пошел туда добровольцем. Заметьте, все сидят и только рассказывают какую-то чушу. У меня знакомый товарищ ездил в отпуск в закордон. И он говорит, я приезжаю в Польшу на потяг, и з мною одни жінки едут. А их выходят, и там чоловики с квитом встречают, и говорят, ох ты моя бусинка, что там наша хата и так далее. Да, да, да. Нема механізму, я думаю, ну, арештувати майно, яке в них тут, ну, можливо. Ну, тобто, если ты поехал из страны, я понимаю, что я говорю непопулярные вещи, но если ты поехал из страны на такие важные часы, да, и ты не будешь ехать назад, ну, то ты там не волонтер, да, ты там ничего не приводишь, там не занимаешься логистикой машин и так далее, то навіщо тебе там квартира, там дом, правильно, яка тут? Ну, уже нехай оно пойдет уже на армию. Только снова таки, чтобы оно пошло на армию, а не... А не кудись? А не кудись. Скажем так, почула тебя. Да что тут предлагать? А то пишут, пишут, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить.